Здравствуйте! Это итоги дня информационного портала Уллправда.ру. С вами Дарья Сударева. Смотрите сегодня в выпуске. Молодежи Ульяновска показали выставку ретроавтомобилей, электрокаров и парад колясок. Первые в России. В Ульяновской области применяют технологии биокомпостирования. Фигурное вождение тракторов, районные подворья, дегустации. Как в Ульяновске прошел День поля. В Ульяновске сортовал форум местного и общественного самоуправления Приволжского федерального округа. День советской молодежи был учрежден в 1958 году и изначально праздновался в последнее воскресенье июня. А после распада СССР 27 июня. Поскольку статус выходного дня праздник так и не получил, отмечают его по-советски в последние выходные июня. В субботу Центр Ульяновска бурлил молодостью, задором и хорошим настроением. О том, как развлекалась молодежь в нашем сюжете. В последние выходные июня ульяновцы отметили День молодежи. Праздничные мероприятия прошли в центральной части города. Тематика площадок совершенно различная. Театралы, молодые мамы, любители кино и музыки, спортсмены и даже любители гаджетов смогли найти себе зрелище по душе и даже поучаствовать в нем. Тех же, кто пришел просто погулять и посмотреть, ждали красивые старые машины и новейшие технологии. Как оказалось, некоторые из авто актуальны и сейчас. Эта машина досталась мне от дедушки по наследству. Мне вообще нравится все, что связано с Советским Союзом и с ретро-историей. А в наше время такую машину использовать не очень сложно, но, конечно, в современном ритме городском довольно-таки тяжело. В принципе, ретро-автомобили всегда были почетны и уважаемы на всех выставках автомобилей и так далее. Ну, из довольно интересных моделей я вот вижу, например, американок и так далее. Но все-таки сердцу ближе родной Запорожец. Чем он интересен? Ну, так минимум тем, что двигатель находит в багажнике, а не в капоте. А так, ну, две модели представлены. В принципе, очень интересные модели. Мне вот нравятся они. Советская малолитражка вызывала интерес не только у взрослых. Особенно она пришлась по душе детям. Причем как раз из-за своей величины и, как это ни парадоксально, красоты и комфортабельности салона. Ну, на мой взгляд, потому что они маленькие такие. Маленькие, потому что. Да, очень красивые. Они необычные. У них салон очень красивый. И кожа такая хорошая, старая. Рядом с чудесами отечественного автопрома прошлого века стояли новейшие аналоги. Тоже чудеса техники. Только века нынешнего электромобили придут на смену бензиновым совсем скоро. Так же, как когда-то пришли на смену крестьянской лошадке трактора. Использование его даже во многом проще, чем обычный автомобиль. За исключением того, что, скажем, для дальних поездок или для поездок беззаботных, не переживая о том, что вам не хватит аккумулятора, конечно, желательно иметь пункты зарядок по городу, по трассе, по области и так далее. В принципе, такие договоренности уже достигнуты. Есть поручение губернатора на эту тему. Во всех остальных аспектах это очень экономично и экологично. Рядом с электрическими машинами расположился еще один интересный экспонат. Аккумуляторная батарея, которая заряжается от солнца. Так что вполне возможно, скоро на электромобиле в солнечный денек можно будет кататься без подзарядки. Это портативная солнечная электростанция. Очень удобный портативный накопитель энергии с возможностью зарядки от солнца и всеми возможными интерфейсами подключения. Это 220, это 12 вольт прикуриватель и 5 вольт USB с быстрой зарядкой. Цены, правда, пока на все это великолепие заоблачные. В будущем оказаться дороговато. Однако дети, которые с удовольствием катались на маленьких машинках и самокатах, в будущем станут пользоваться этим в повседневной жизни. А молодые будут их строить. Именно молодежь двигает вперед науку, двигает вперед прогресс. Высказывает самые смелые мысли, самые смелые мечты. Кроме прочего, внимание привлек парад колясок, где самые маленькие и красивые показали себя в роли взрослых. В целом праздник получился ярким, веселым и полезным, чему способствовали научные площадки. Павел Половов, Руслан Баталов, Новость Улл Правда ТВ. Все увеселительные мероприятия Дня молодежи логически подвели всех празднующих к ночи науки на бульваре Нововенец. Мероприятие, прошедшее в Ульяновске, посетил генеральный директор информационного центра атомной отрасли Станислав Горлов, для которого популяризация российской науки во всем мире – это работа. Размах ульяновского действия ему понравился. В выходные на бульваре Нововенец прошла акция «Ночь науки». Гостями мероприятия стали не только ульяновцы. Поучаствовать в научном квесте приехали дети и родители со всего региона. Детям очень увлекательно, потому что разные сферы науки, да, правильно? И дети очень увлечены, вот наши мальчики рядышком стоят. Детям нравятся, они в восторге. В том году мы принимали участие, нашим детям очень понравилось. Единственное, что мы не успели пройти все этапы, потому что их было очень много, и людей было достаточно много. Надеемся, что в этом году мы приехали пораньше и постараемся пройти все этапы до конца. Ульяновскую «Ночь науки» посетил гость из Москвы, директор информационного центра атомной отрасли. Такого типа мероприятия он считает очень нужными. Наша заинтересованность в этом именно в том, чтобы повышать престижность отраслевых профессий, которые... Наши центры находятся в регионах присутствия атомной энергетики, предприятий атомной энергетики, атомной отрасли. Поэтому мы стараемся именно вовлечь вот в этих городах детей со школьных программ, со студенческого возраста в то, чтобы они вовлекались больше в эту науку, понимали проще, что такое атомная энергетика в целом. Научный праздник очень важен вообще для всего, особенно для молодежи и для меня в частности, потому что я считаю, что сегодня именно в Ульяновске найдена такая вот интересная форма подачи научных знаний. Уже не первый год науку в Ульяновске выносят за рамки учебных заведений и представляют людям в самом простом и увлекательном формате. Главные благополучатели, дети и родители довольны. И знаете, мы в принципе в восторге уже с самого начала. Нам обещают крутые призы, крутые квесты, и вот первое шоу научное с Азотом и так далее. Нас очень впечатлило. Именно на впечатление, на наглядность нацелена научно-массовая работа с детьми в Ульяновске. Похимичить, выбросить настоящую электрическую искру из перчатки, надетой на руку, почувствовать, что реальность иногда даже заманчивее воображаемого. Вот то, что, по мнению организаторов и гостей, обеспечит России и региону научный прорыв в недалеком будущем. Павел Половов, Руслан Баталов, Новости Улправды ТВ. В Ульяновской области прошел День поля. Широкий праздник с демонстрацией сельхозтехники, дегустацией фермерской продукции собрал тысячи жителей области. Побывал на праздники и губернатор Сергей Морозов. День поля – традиционный, красивый и яркий праздник для всех причастных к агропромышленному комплексу Ульяновской области. На праздник собираются те, кто своими руками формирует стратегический продовольственный щит нашего региона. В этом году День поля прошел в Новом городе на проспекте Дружбы народов. Место выбрано не случайно, а для того, чтобы праздник посетили не только представители аграрного сообщества, но и горожане. Поздравить фермеров с окончанием весенних пассивных работ приехали больше 6 тысяч человек. Каждое муниципальное образование продемонстрировало свой национальный колорит, подготовив экспозицию подворья. Товаропроизводители организовали выставку-дегустацию. Молочные продукты, хлеб, овощи и фрукты. Полакомиться натуральными продуктами могли все желающие. Мы приехали впервые на это мероприятие, как производители молочной продукции. И нам очень понравилось, как организована эта площадка. Очень много желающих попробовать продегустировать нашу продукцию. Повезло с погодой. Для самых маленьких гостей работал контактный зоопарк, где фермеры представили интересные породы своих подопечных – лошадей, телят, баранов и индюшек. Самой зрелищной частью праздника оказались соревнования механизаторов по фигурному вождению. Водители с легкостью управляли многотонными тракторами, проходя препятствия и выписывая фигуры. На протяжении всего дня на сцене выступали творческие коллективы региона с интересной концертной программой. Впервые на аграрном фестивале организаторы представили экспозицию «Цифровая трансформация», где показали новую сельскохозяйственную технику. Деловая программа началась с церемонии награждения. За заслуги в агропромышленном производстве, активную общественную работу и многолетний плодотворный труд аграриев наградили памятными подарками, благодарственными письмами и грамотами. Выражаю признательность организаторам и участникам нашего мероприятия. Дорогие друзья, благодаря, прежде всего, конечно, вашим усилиям, это замечательное мероприятие превратилось в масштабное, интересное, многоплановое событие. Ключевое событие дня стало заседание Губернаторского совета развития сельских территорий, состояния и перспективы. Главной темой стало подведение итогов весенней полевой кампании. Как вы все знаете, весенний СЕФ у нас проходил с вами при достаточно неблагоприятных климатических условиях. Поздние заморозки и дефицит осадков практически на всей территории нашего региона и летающие воздействия с этого муниципального повлияли, соответственно, на посевы ярового СЕФа. Тем не менее, гибель посевов составляет 11% от общей площади, что ниже уровня по Приволжскому федеральному округу. Яровой СЕФ проведен на площади в 690 тысяч гектаров, что на 4% превышает план. Итоги показали, что сельхозпредприятия стали внедрять новые современные технологии возделывания культур, применять новые сорта с более высокими посевными качествами. Дарья Сударева, Юрий Тимонин, Новости Улправда ТВ. Основная задача национального проекта «Экология» – это выполнение комплекса мероприятий, направленных на снижение негативного влияния человека на природу. Огромное количество мусора ежедневно вывозят на переработку региональные операторы по всей России. Большая часть мусора сжигается, что наносит огромный вред природе. К 2024 году правительство России предлагает выйти на переработку 60% всего объема мусора. Ульяновский региональный оператор номер один на подобные объемы вышел уже сейчас. По уверению федеральных специалистов, ноу-хау, внедряемые в Ульяновской области, зачастую первые в России. Они касаются не только документов, законов и прочего, описанного в эко-послании губернатора, но и обращения с твердыми бытовыми отходами, с самой, пожалуй, объемной и опасной ее частью – хвостами ТБО. То есть с тем, что остается после сортировки. Раньше эту массу просто закапывали. В Ульяновске из нее научились извлекать пользу. Такого масштаба документы стратегического уровня, как доктрина, как само послание и те задачи, которые сегодня были губернатором обозначены, с таким подходом редко кто работает. Нам это приятно и слушать, как экологам, но у нас есть уже задача, мы уже сейчас проговорили, что те решения, те инициативы, которые сегодня губернатор выдвинул, мы будем тиражировать в другие субъекты Российской Федерации. Документальная часть породила фактическую. Сегодня на Боротайской свалке воздух чистый, да и пейзаж совсем другой. Прямо под нами сейчас тысячи кубометров мусора, которые перегнивают и готовятся стать экологически чистым техническим грунтом. Легкий запах гниения доносится только из этих труб, но он почти не чувствуется. Здесь формируется экология России. С этим, казалось бы, громким заявлением согласны специалисты. Место переработки отходов в грунт посетили региональные и федеральные чиновники. Как раз здесь мы с вами находимся на объекте, где отходы обрабатываются таким образом, что путем смешивания, путем применения технологии биокомпостирования минимизируют негативные воздействия смешанных отходов. И буквально в течение двух с половиной месяцев они дозревают до формирования технического грунта. Мы сегодня уже побывали на одном из объектов мусоропереработки. Убедились в том, что действительно целевые показатели на сегодняшний день достаточно эффективно выполняются. И в целом я хочу сказать, что регион демонстрирует успешное выполнение всех федеральных проектов, которые реализуются на территории Ульяновской области. Специалисты компании, применившие уникальную технологию, рассказывают о ней с гордостью. Их можно понять. Попытки биокомпостирования в России были, но успеха смогли достичь только в Ульяновской области. Мы сейчас находимся с вами на объекте, который когда-то являлся, если посмотреть на схему, просто полигоном. А сейчас объектом по обработке отходов органических, прошедших первичную сортировку. И с целью дальнейшего уже не захоронения, а получения технического грунта, который можно использовать для рекультивации как от работных карьеров, полигонов старых, ну, соответственно, не используя первичные ресурсы. Технологию разработали российские ученые по заказу Ульяновского регоператора. Что еще будет сделано в плане сохранения и восстановления природной гармонии, можно узнать, ознакомившись с экологическим посланием губернатора Ульяновской области, которое вы можете посмотреть на Уллправда.ру. Павел Половов, Руслан Баталов. В Ульяновской области стартовал форум местного и общественного самоуправления Приволжского федерального округа. В этом году акцент сделан на вопросах взаимодействия органов местного самоуправления, ТОС и населения, а также включение этих трех участников в реализацию ключевых поручений послания президента Владимира Путина. Подробности у Ринаты Алиуловой. Самостоятельно решать проблемы на территории проживания населения России началось с 1988 года, с момента создания в Москве первого ТОСа. Тогда люди объединились, чтобы решить назревший экологический вопрос вокруг местного сквера. Сегодня в 79 субъектах страны работают свыше 30 тысяч органов территориального общественного самоуправления. В Ульяновской области с момента организации первых ТОС в 2011 году их количество увеличилось 60 раз и насчитывает сегодня свыше 300. Актуальные вопросы ТОСов и их дальнейшую судьбу в эти дни обсуждают на форуме местного и общественного самоуправления ПФО в Ульяновске. Местное самоуправление подразумевает самоуправление. То есть здесь предусмотрена вертикаль снизу вверх в системе управления, органах управления. Вот она должна поистине быть такой, как в целом говорит нам об этом мировая практика. Основных тематических площадок две. Первая посвящена совершенству системы оценки эффективности работы органов местного самоуправления. Вторая актуальна вопросом взаимодействия органов местного самоуправления, ТОС и населения. Работа второй площадки началась с презентации опыта перед веков. Так, Краснодарский край считается субъектом-рекордсменом по количеству ТОС свыше 6 тысяч. ТОСы Архангельской области активно занимаются туризмом, например, восстанавливают заброшенные дома и делают из них гостевые. Яркий пример – резиденция Матушки Зимы, полностью созданная силами активистов. Свой опыт в Ульяновске лично представили активисты казанского ТОС Савинова. С 2007 года у нас пошла работа ТОСа. И основной задачей, которую ТОС поставил в те годы, начало, конец десяток, начало один, нулевых, начало десяток, это было достроить объекты соцкульпт-быта, их у нас оставалось несколько, и мы фактически на сегодняшний день достроили 4 объекта из 5. Одной из ключевых тем второй площадки стало участие ТОСов в реализации ключевых поручений послания президента Российской Федерации. Это и включение в работу по поддержке института семьи, соседской опеки за многодетными и малоимущими гражданами. Участие в жилищном контроле не менее важна и роль в охране общественного порядка и пожарной безопасности. В многих субъектах и Южного федерального округа, и есть опыт в Кривовском федеральном округе, это охрана общественного порядка и пожарной безопасности. По общественному порядку, мне кажется, всем известны и знакомы такие слова, как общественные дружинники. По пожарной безопасности данное направление активно развивается в Сибирском федеральном округе, ТОС и Курской области, Республике Бурятии. Ульяновская область презентовала опыт работы проекта поддержки местных инициатив, который имеет стратегическое значение с 2017 года. Руководство ассоциации ТОС Ульяновской области во время выступлений выступило с предложением сделать культурно-массовые, социально-полезные, спортивно-оздоровительные, молодежно-патриотические работы, а также деятельность по благоустройству и обеспечению безопасности жителей основными направлениями ТОС всех рангов. Предлагаются вести изменения и в саму структуру органов территориального общественного самоуправления. Дополнительная нагрузка, со слов Сидорова, повлечет и дополнительную поддержку, причем не только материальную, но и почетные награды. Благодарственные письма, грамоты или, к примеру, статус лучшего активиста ТОС – все это смотивирует на новые инициативы. Ринат Алиолова, Юрий Ломатов, Новости Уллправды ТВ. В ульянских лагерях стартовала вторая смена. По информации Управления образования администрации Ульянска, к работе во вторую смену приступили дневные лагеря на базе Центров детского творчества. В них смогут отдохнуть 460 ребят. 1 июля свою работу начали два лагеря труда и отдыха, а также палаточный лагерь в селе Скугореевка Теренгульского района. 24 июня вторая смена открылась в лагерях «Ласточка» и имени Деева. Уже 3 и 4 июля вторая смена стартует в лагерях «Орленок» и «Огонек». Всего же в загородных лагерях во вторую смену отдохнут и оздоровятся 698 школьников. Также в период летних каникул в рамках городских проектов «Территория детства», «Летний венец», «Академия искусства, спорта и творчества» для юных ульяновцев организована насыщенная досуговая деятельность. В районном центре Павловка Барышской епархии произошло историческое событие освящения и поднятие куполов и крестов на Воскресенский храм. Еще три года назад в здании располагался Дом культуры. Благодаря стараниям региональных и муниципальных властей, благотворителей и меценатов, и, конечно же, священников, историческая справедливость восторжествовала. Воскресенская церковь Павловки вновь обретает свои первоначальные черты. Воскресенскую церковь в Павловке построил в 1827 году князь Николай Аболенский на месте старого кладбища. Закрыли ее в 30-х годах прошлого столетия, снесли купола и колокольню, а за 13 лет до этого большевики расстреляли практически возле храма настоятеля-священника Владимира Пиксанова. Сейчас он причислен к лику святых. В последние десятилетия в здании располагался местный Дом культуры. Для того, чтобы вернуть его обратно в лоно церкви, священникам Барышской епархии потребовалось почти 15 лет. Освящение крестов и куполов, их подъем – это переломный момент. Это можно провести аналогию со Сталинградской битвой. Большая заслуга Сергея Ивановича Морозова, нашего губернатора. С его помощью был построен барабан на этот храм, найдены средства и изготовлены купола, кресты. Он возглавил попечительский совет по восстановлению Воскресенской церкви и проявляет свою отеческую заботу. Работы еще много и расходов много. Мы надеемся, и в дальнейшем будет оказываться помощь. Подосвятный молебен и освящение куполов и крестов, возрождаемого храма, провел епископ Барышский и Индинский Филарет. Всех вас поздравляю с освящением креста, ибо сейчас будем поднимать крест, уже все готово у нас. И как сказал, живи, Павловка, под крестом, живи, Павловка, со Христом. Спаси всех, Христос, чтобы мир был вас и благополучный. После освящения владыка Филарет осмотрел ход работ по восстановлению храма. Пока проходило совещание, людям предоставили уникальную возможность приложиться к крестам, тем более, что истории многих павловских семей тесно связаны с Воскресенским храмом. А вот сам моего отца здесь батюшкой венчал, и на фронт, на германскую войну, и кресты он заслужил. Вот я видел слезы на ваших глазах, почему? Радости. Слезы радости, что такое великое событие, что и свершилось. Очень радость. Ну, для Павловки это, наверное, такой небольшой переломный ход истории. Все-таки событие великое. После стольких лет увядания храма, да, наконец-то начало все это, уже наглядно смотреться, что это делается. Ну, как сами видите, народ неравнодушный весь пришел, все это дело поддерживает. Ну, я думаю, что это знаменательно для Павловского района. После духовно-молитвенной части началась техническая. Первым взмыл в небо купол барабана храма. Потом поднимают, монтируют и устанавливают крест. Колокольню пришлось выстраивать заново. По задумке священников, тут будет православный центр с парком и детскими площадками. Но в начале, до наступления осени, необходимо перестелить крышу. Зимой можно будет заниматься внутренней отделкой храма. Для этого сейчас необходимы средства. Все неравнодушные люди могут предложить свою помощь отцу Андрею Филькину по телефону 8 937 03 64 333. Завтра в Ульяновской области ожидается солнечная погода без осадков. Температура воздуха днем достигнет отметки в 25 градусов. Ветер западный 4,9 метра в секунду. Это все новости на понедельник. Смотрите итоги дня по будням 18.50 на информационном портале ulpravda.ru. До завтра. Субтитры подогнал «Симон»